Закрепление изученного Вспомним виды треугольников. Итак, начнем. Решим задачу. На 6 одинаковых пар детских ботинок расходуют 24 квадратных дециметра кожи. Сколько квадратных дециметров кожи нужно на 18 пар таких ботинок? Краткое условие данной задачи предлагаю записать в виде таблицы. В задаче говорится о расходе кожи на пошив детских ботинок. Нам известно, что 24 квадратных дециметра кожи использовали для пошива 6 пар ботинок. Нам неизвестно в задаче, сколько нужно квадратных дециметров кожи для пошива 18 пар ботинок. При этом говорится, что расход кожи будет одинаковым. Для того, чтобы узнать, сколько кожи необходимо для 18 пар ботинок, нам необходимо знать расход на одну пару ботинок. Для этого нужно 24 разделить на 6. При делении получаем 4 квадратных дециметра кожи расходуют для пошива одной пары ботинок. Зная расход на одну пару, легко узнаем расход на 18 пар ботинок. Для этого 4 умножим на 18. Получаем 72 квадратных дециметра. Отвечаем на поставленный вопрос. 72 квадратных дециметра кожи нужно для пошива 18 пар ботинок. Выполним задание номер 8 на странице 77. Найдем сумму, разность, произведение и частное данных чисел. 24 и 3, 83 и 1, 48 и 2. Для начала вспомним, что же в математике называют суммой, разностью, произведением и частным. Вспоминайте, суммой называют результат сложения, разностью называют результат вычитания, произведение – это результат действия умножения, а частным мы называем результат действия деления. Составим примеры для первой пары чисел. 24 плюс 3, получим 27. Разность этих чисел равна 21. Произведение 24 умножим на 3, получим 72. 24 разделить на 3, частное равно 8. Следующая пара чисел. Сумма этих чисел равна 84. 83 минус 1 – это разность, и она равна 82. Произведение данных чисел равно 83. Частное чисел равно также 83. Аналогично составляются примеры для третьей пары чисел. Ребята, давайте вспомним материал предыдущего урока. Мы с вами говорили о видах треугольников. Треугольники по длине сторон делятся на три вида. Это равносторонние, у которых все стороны равны. Разносторонние, у которых все стороны имеют разную длину. И равнобедренные – это треугольники, у которых две стороны равны. Рассмотрите, пожалуйста, фигуры на данном рисунке. Найдите среди данных треугольников равносторонние, разносторонние и равнобедренные. Сравним длину сторон каждого треугольника. Мы видим, что треугольники под номером 4 и 7 имеют одинаковую длину стороны. Значит, эти треугольники мы отнесем к равносторонним. Треугольники под номером 2, 3 и 5, как вы это заметили, имеют разную длину сторон. Следовательно, данные треугольники разносторонние. Остались треугольники под номером 1 и 6. У этих треугольников две стороны имеют одинаковую длину. Следовательно, они относятся к равнобедренным. Решим задачу. В саду посадили 96 яблонь, а слив на 64 дерева меньше. Во сколько раз больше посадили яблонь, чем слив? В данной задаче речь идет о яблонях и сливах. Яблонь посадили 96. Слив на 64 дерева меньше. Вопрос. Во сколько раз больше посадили яблонь, чем слив? Мы не можем сразу ответить на данный вопрос. Для этого нам необходимо знать, сколько посадили слив. Давайте посчитаем. Из количества яблонь вычитаем 64, получаем 32 дерева. Это количество посаженных слив. Теперь, зная количество посаженных яблонь и слив, мы можем сравнить, во сколько раз яблонь было больше. Для этого нам нужно количество яблонь разделить на количество слив. 96 разделить на 32, получаем 3 раза. Запишем ответ. В три раза больше посадили яблонь, чем слив. Ребята, я думаю, сегодня на уроке мы хорошо поработали, решили задачи, вспомнили, какие бывают треугольники, а также повторили названия арифметических действий. Давайте запишем домашнее задание. На странице 74, номер 1, решите примеры, записывая их столбиком. При этом вы сможете вспомнить алгоритмы сложения и вычитания трехзначных чисел. Под номером 3 я предлагаю вам решить задачу изученного вида. Наш урок окончен. До свидания. Здравствуйте, ребята. Наш сегодняшний урок я хочу начать вот с такой картинки. Конечно же, она вам знакома. Это главная героиня из стихотворения Корнея Ивановича Чуковски – Муха-Цокотуха. Вы знаете, что в этой сказке она нашла монетку, и на эту монетку купила самовар. И мы сегодня, ребята, будем говорить о деньгах. Что такое деньги? В словаре Сергея Ивановича Ожегова дается такое определение этого слова. Деньги – это металлические или бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством платежей, предметом накоплений. Каждую секунду на Земле производится бесчисленное множество товар. Каждый товар должен попасть к тому, кто в нем нуждается. Для этого происходит обмен товар. Обмен товаром называется бартер. Купля-продажа – это второе использование денег. Бартер – это обмен одних товаров на другие. Бартер может использоваться при любых продуктах, вещах. Меняли крупу на цветы, овощи на молоко. Купля-продажа – это такой обмен, в котором участвуют деньги. Ценность вещей была несоизмерима. Посмотрите, за одного барана нужно было дать два топора и четыре кувшина. И это, конечно же, было неудобно. Деньги – особый товар, который можно обменять на любые товары и услуги. Цена товара – стоимость одной вещи или предмета. Деньги бывают металлические и называются они монетами, а бывают бумажные и называются они банкноты. С каждым годом деньги менялись. Посмотрите, как происходила эволюция денег. Священные деньги были, потом стали натуральные, иначе говоря, бартерные. Потом появились монеты, чуть позже – бумажные деньги. А вот сейчас мы с вами все можем использовать уже электронные деньги. Первые мировые деньги – это были раковины Каури с Мальдивских островов в Индийском океане. Служили деньгами во многих странах Азии, Африки и Европы. Позже появились металлические деньги. Римский слиток с клеймом, серебряные кольца в Египте, Медный слиток из Италии, свинцовый шарик из Северной Америки, Серебристый лям из Китая, бронзовый слиток из Мяки, Железные прутья из Греции, по-гречески горсть называется Драхма. А вот и русские деньги. Назывались они раньше Куны. 25 кун – это было гривна. Позже появились серебрянники и златники. А чуть позже копейные деньги начали они ходить с 1534 года. В каждых странах своя валюта. В Украине – это гривна, в США – доллар. В Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Испании, Кипре, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Португалии, Словении, Финляндии и Франции – это евро. В Великобритании – фунт стерлингов. В Австралии – австралийский доллар. В Австрии – евро. В Японии – иена. В Польше – злотый. А в Китае – юань. Ну а вот и наши российские деньги. Конечно же, они вам знакомы. Их вы можете наблюдать в наше время. Я еще раз повторюсь, что деньги бывают бумажные и металлические. Монета имеет свою часть. Лицевая сторона и оборотная сторона. Она имеет свою легенду. Легенда – это надпись на монете. Также она имеет и номинал. Это цифра, которую вы видите на монетах. Большинство людей во всех странах получают деньгами заработную плату. На заработанные деньги человек покупает необходимые ему товары. Часть денег он может отложить на будущее, то есть сберечь. Это сбережение, и человек воспользуется им только тогда, когда ему это будет необходимо. Есть люди, которые коллекционируют и изучают монеты. Называются они нумизматы. Именно благодаря им и сохранились монеты, банкноты тех времен. Именно они могут нам рассказать об истории монет, об истории денег. Перед вами альбом, где сохранились старинные монеты тех времен. Здесь есть не только металлические деньги. Посмотрите. Здесь хранятся и разные памятные бумажные деньги. На следующем уроке, ребята, мы с вами будем изучать бюджет. Пожалуйста, подготовьте к следующему уроку, что еще вы знаете о деньгах. Может быть, у ваших родителей есть тоже какие-нибудь старинные монеты, памятные. Расспросите о них, что интересного они расскажут вам об этих деньгах. На этом наш урок закончен. Мы с вами еще встретимся на следующем уроке. Субтитры подогнал «Симон»